Мир Закарим Нарбеков. Опыт дурака 3. Как жить и добра наживать. Самостоятельное изготовление семейного счастья в домашних условиях. Эту книгу посвящаю друзьям, с которыми вместе переживал радости и печали, победы и поражения, тем, кто делился лучшей частью своей жизни, приятелям, с которыми мы вместе занимались, накапливали опыт и радовались успехам друг друга, а также всем моим заочным друзьям и единомышленникам, людям, близким по духу, читателям, слушателям, которые ошибочно считают меня суперумным или гипердураком. Как стать генеральным директором своей жизни? Ну, очень короткое вступление. Как пользоваться этой книгой, чтобы приобретенные знания, пройдя по пищеводу, слушателя, расположенному между ушей, попали в кровь его жизни, а не в прямую кишку мнений? Почему три разных человека, делая одинаковое дело, получают разные результаты? Где находятся все ваши удачи и неудачи? Здравствуйте, дорогие мои слушатели! Искренне рад вам всем, и тем, с кем лично знаком, и тем, с кем еще пока не довелось встретиться, и тем, кто уже слушал мои книги, и тем, кто впервые собирается послушать. Ну что, друзья, поехали! Существует множество специальной литературы. Как стать таким, как стать сяким, и в мире живет громадное количество носителей всякого знания. Скажите, дорогие мои, как в этом океане информации разобраться, кто крупный кит, а кто рыба прилипала? Несколько лет назад, на мой день рождения, два наших академика подарили мне свои книги. Одна из них называлась «Основы управления префектурой. Руководство для студентов высших учебных заведений». Мой ядовитый характер дал о себе знать. Я спросил их, «Коллеги, вы когда-нибудь управляли префектурой?» Они с изумлением ответили, «Не это зачем. Люди, которые никогда не управляли префектурой, которые никогда не были топ-менеджерами, ученые, которые практически не выходили из института, написали руководство к действию для будущих префектов. Профессор в сравнении с простым гражданином умеет более изящно жонглировать научными терминами. Специалисту такого рода ничего не стоит навешать целой грозди развесистой лапши. И когда научные термины в книге вставляют куда надо и не надо, у читающего ее простого человека начинает съезжать крыша. И он начинает думать, «От же, блин, какой умный этот ученый!» А на самом деле, когда мнение рождено не из собственного опыта, а из своих фантазий и грез, это можно сразу печатать на туалетной бумаге. Скажите, пожалуйста, кто из вас может научить импотента от рождения, как нужно ощущать оргазм? Сумеете ли вы описать, что при этом чувствует человек и как он должен вызывать у себя это ощущение? Вы можете просто научить технике движения, написать методичку для импотента, но... Скажите, он сможет от этого получить удовольствие? Очень часто человек, который никогда не испытывал оргазм, начинает писать руководство по достижению оргазма. Человек, который никогда не любил, начинает учить любви. Человек, который никогда не был богатым, пишет книги, как разбогатеть. Человек, который не был счастливым, пишет, как достичь счастья. Одной нашей сокурснице принадлежит дамский журнал, и как-то она прислала мне один номер этого журнала, потому что там на первом листе была моя рожа. Мне, конечно, стало интересно, что про меня пишут. Начал читать этот номер, нашел статью, где женщина-психолог рекомендует, как себя вести жене, если ее муж действует определенным образом. Я прочел до конца. Страдал, но читал. Вечером на занятиях говорю. Радость моя. У вас такой странный психолог в журнале работает. По моему предположению, каждая читающая дурочка, которая хоть один из этих советов использует на своем муже, в лучшем случае получит по морде. В худшем муж просто уйдет нахрен от этой стервы. Я уверен, что это твоя психичка не замужем, а если и была замужем, то разведена. Ни один уважающий себя мужчина, каким бы он ни был рохлей и тряпкой, не будет с ней жить даже под страхом смертной казни. Про таких ведьм есть хороший анекдот. «Привет, друг, давно не виделись. Как у тебя дела?» Меня Люся бросила. «Да ладно, не расстраивайся! У тебя еще сто таких будет!» «Еще сто? Господи, да за что?» Сокурсница вышла, вернулась через несколько минут и говорит. «Я позвонила, уточнила. Она трижды разведенная. Обычное дело. Очень часто учат жизни те люди, которые сами в жизни ничего не достигли. Как говорится, сапожник без сапог. Помните мой вопрос выше, как распознать специалист человек в своем деле или болтун? Очень просто. Если человек в жизни успешен в том предмете, о котором он рассуждает, значит перед вами честный человек. Если он теоретик-фантазер, гоните его в шею. Поскольку ваш покорный слуга считает себя честным человеком, то, о чем я рассказываю на страницах своих книг, либо проверено на моем личном опыте, либо является обобщенным опытом тысяч других людей. У меня, как профессионала, есть одна очень узкая специальность. Это специальность человек. Моя задача — собирать и коллекционировать ваш опыт и ваши успехи, потому что любая ваша проблема в мире встречается не первый раз, не сотый и даже не тысячный. Значит, их можно систематизировать, анализировать и прогнозировать, а также утилизировать. Можно сказать, что у меня на человеческие проблемы уже выработался собачий нюх. Чуть что сразу вспоминаю. При таких действиях не было никакого результата, при таких отрицательный, при таких положительный. Потому что если из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день систематизировать характер человека, его поведение, привычки, особенности, то со временем выявляются закономерности. Скажите, пожалуйста, вы хотели бы, работая в своей отрасли, получить самые глубокие знания своей профессии? Хотели бы? Вы тоже страдаете этой благородной жадностью, да? Тогда представьте себе, к вам в гости пришел сантехник. Ну как в гости? По делу, конечно. Знаете, мои родные, чем отличается сантехник от вас? Вы ведь в сантехнике тоже разбираетесь. Умеете же отличить унитаз от раковины, а ванну от сливного бачка? Умеете? А ремонтировать все эти приборы кто-нибудь из вас умеет? Пару человек и сотни, может, и могут. Остальные, хоть пользоваться научились, и то, слава богу. Сантехник отличается от вас в этот момент тем, что в том месте, которым вы только пользуетесь, он ежедневно ковыряется руками. Ежедневно. И мое отличие от вас в данный момент заключается в том, что ежедневно, даже не надевая резиновые перчатки, я копаюсь в вашей засорившейся жизни. И для того, чтобы повышать свою квалификацию, каждые сутки своей жизни трачу на то, что бесконечно изучаю новые формы унитазов, ищу новые формы автоматизации всего этого благородного процесса, рассматриваю различные способы дезинфекции жизненных беде, которые загажены мыслями и поступками. И это продолжается уже более сорока лет. Но каким бы квалифицированным специалистом ни был ваш покорный слуга, всех сделать богатыми невозможно. Всех сделать здоровыми абсолютно невозможно. Счастливыми тем более. Почему, как вы думаете? Скажите, драгоценные мои, можно ли сделать из стекла бриллиант? Нет. Начальный потенциал исходного материала должен быть достаточно высоким. Желание расти и двигаться вперед, стремление мечтать и творить не во всех людях заложено в одинаковом количестве. Если человек — алмаз, то какую бы огранку я ему ни дал, он превратится в бриллиант. А если человек — обычное стекло, хоть будь я семи пядей во лбу, из такого материала смогу сделать только страз, фальшивку, подделку. Как ювелир я из сотен и тысяч людей день за днем выбираю тот самый мой будущий алмаз, который пока сидит, ковыряясь в носу в своей коммунальной квартире, и совершенно не знает, что он потенциальный олигарх. Моя главная задача — познакомить этого человека с его возможностями, познакомить вас с самим собой. Дорогие мои, мои родимые, к великому сожалению, эта книга не подходит для всего человечества. Она подходит только для двух процентов людей на земном шаре. Этим двум процентам ваш покорный слуга хотел бы когда-нибудь поставить памятник. Прямо вижу его перед собой. Темный гранитный постамент, а на нем стоит цифра 2%. Из золота высшей пробы. Почему 2%? Статистика, друзья. Просто статистика. К примеру, количество ученых от общей массы людей никогда не превышает 2%. Количество гениев, великих мыслителей из всех этих химиков и физиков, из всех этих профессоров, докторов наук, академиков тоже не превышает 2%. Количество представителей искусств никогда не превышает 2%. Из всех людей, заканчивающих литературные институты, только 2% становятся настоящими писателями. 100% валовой национальной продукции генерирует всего 2% населения. Только 2% населения кормят, одевают, обувают всех остальных и направляют историю человечества. И только 2% населения имеют такой интересный дар быть самим собой, познавать себя, принимать себя и развивать. Когда я смотрю на остальные 98% человечества, у меня появляется ощущение, что я уже много лет лежу в дурдоме и круглосуточно общаюсь со своим бредом. Это чувство уже давно бы меня доконало. Если бы не было со мной команды тех личностей, которые кое-чего достигли на основе полученных и переданных друг другу знаний. Это тоненький слой человечества, мои любимые ученики и друзья, которые в хорошем смысле везде суют свой любопытный нос, которые смогли оторвать свой взгляд от тарелки с супом и увидеть звездное небо. Большинство окружающих представляют собой серую массу, занятую одним и тем же процессом, непрестанной чисткой и смазкой двух своих ворот, чтобы они не скрипели и устойчиво и справно работали. Почетный круглосуточный караул на страже собственного рта и любимой задницы. И когда в таком монотонном человеческом водовороте вдруг мелькает живое лицо с любопытным детским взглядом, я срочно протягиваю руку помощи и изо всех сил тащу этого потенциального повелителя собственной жизни на берег, чтобы он смог отдышаться, осмотреться и, подбадриваемый моими дружелюбными пинками, легкой рысцой побежал в направлении своего персонального счастья. Для таких людей я провожу занятия, для таких людей я пишу свои книги. Для вас, дорогие слушатели, для вас. Остальным, к моему глубочайшему сожалению, я ничем помочь не смогу. У большинства человечества одинаковый диагноз — понос при склерозе, они вечно несутся, сломя голову, и никто не помнит, зачем и куда. Ученики как-то пристали к своему наставнику с вопросами. «Ну почему те, кто обладает знанием и возможностями, не помогают тем, кто нуждается в помощи?» «Вот я, например, знаю одного хорошего человека, но он очень бедный». Учитель ответил. «Зачем вам мои слова, если вы от собственных действий можете получить реальный урок?» и дал им мешочек золота. «Идите к этому бедняку и отдайте ему золото, но с условием. Не унижайте его, вручив ему эти деньги. Оставьте ему шанс на свободу выбора». Думали, мозговали ученики, как это сделать, и нашли выход. Перед лачугой бедняка был мост в виде трех бревен, перекинутых через ручей. Каждый день этот малый переходил через мост по нескольку раз, не заметить мешок на узких бревнах было бы просто невозможно. Именно на этот маленький мостик ученики поставили мешочек, спрятались в кустах и стали радостно ждать. Прошло несколько часов. Наконец-то появился тот, кого так терпеливо ждали ученики. Бедняк быстро прошел по мосту, не замечая золота, юркнул в лачугу, через пару минут вышел и, перейдя через мостик, направился в город. Как же так? Выскочили, догнали, окружили и задали испуганному путнику вопрос. «Скажи, уважаемый, что ты увидел на мосту и почему не взял тот мешочек?» «Я ничего не видел, ничего не знаю, ничего плохого не делал. Отпустите меня, пожалуйста». «Правда, правда. Более того, скажу, я на самом деле ничего не видел». Ученики рассердились. «Да как же ты мог не заметить мешок с монетами? Он же стоял прямо посреди моста». На что бедняк проскулил. «Сегодня, когда я шел домой, подумал, что я по этим бревнам столько лет хожу, что могу уже с закрытыми глазами пройти. Попробовал, получилось, понравилось». Обратно тоже прошел с закрытыми глазами. «Отпустите». «Откройте глаза, дорогие мои, очень прошу вас». «Скажите, пожалуйста, вы умеете готовить? Умеете или нет? Яичницу-то сумеете поджарить? Ну, хотя бы хлеб маслом сможете намазать? Кофе, растворимый, кипятком залить? Вот и отлично! А теперь скажите, для чего вы готовите? Жарите яичницу по утрам, намазываете масло на хлеб. Для чего? Чтобы на работе не свалиться от голода. Согласны? А для чего вы работаете? Чтобы заработать на кусок хлеба с маслом. Вот вам главная формула жизненного идиотизма. Надо что-то менять в этой дурацкой формуле. Вы утром встаете, тяп-ляп, механически приготовили какое-то блюдо, наполнили свой желудок и пошли в направлении зарабатывания своего оклада. А свободный человек, если ему нужны какие-то ресурсы, знает, в любом месте этих ресурсов полно. В любом месте он может взять столько, сколько ему нужно. Непонятно? Тогда по-другому объясню. Сколько стоит сваренное в вашем исполнении крутое яйцо? Бесплатно. А яйцо, сваренное вкрутую шеф-поваром в ресторане класса «Три звезды» стоит около двухсот долларов. Есть разница. «Три звезды» — это, к вашему сведению, такой высокий уровень ресторана, чтобы в него попасть заранее бронируешь столик, и иногда с другого конца света приезжаешь, чтобы просто один раз пообедать, столько желающих там покушать. Как-то ради любопытства решил попробовать. Деньги есть, желание тоже, потому что интересно стало, чем отличается это яйцо от обычного столовского. Заказал. Принесли. Яйцо как яйцо, только верхушка у него была чуть-чуть срезана и присыпана какими-то разными специями. Попробовал. Вкуснотища! Может быть, оно только показалось таким вкусным из-за того, что столько денег в него вбухал? Этого я так и не понял. Но это было самое вкусное яйцо, которое ваш покорный слуга когда-либо ел в своей жизни. Знаете, почему борщ, приготовленный в заводской столовой, обычно так отвратителен? Потому что большинство местных поваров туда как идут? Как на каторгу, как на пытки и казнь, потому что им негде больше работать, их никуда больше не берут, и они к приготовлению пищи подходят механически, спустя рукава, как говорится, ни ума, ни фантазии. У такого повара единственный побочный доход — это недоположенное мясо, капуста и кусочек дешевого масла, который он после работы тащит к себе домой, и плюс к этим сэкономленным продуктам еще несколько тысяч рублей и зарплаты, и он все время боится, что его когда-нибудь уволят. Другой человек с такими же ушами и носом с двумя дырками набрал таких же ингредиентов и с криками «Пирожки! Горячие пирожки! С капустой! С картошкой!» Стоит в телогрейке где-то на станции, торгует сладка. Из оборудования у него только кастрюля, покрытая одеялом. Видели таких людей? От такой работы тоже больших доходов не бывает. Отличие от первого повара обычно только одно. Тот работает на дядю, этот на себя. Давайте теперь поднимем планку этой профессии. К примеру, у моего друга гурмана есть личный домашний повар-француз. Его зарплата, кстати, почти миллион евро в год. За что? За то же самое искусство. Как смешать, как разрезать, как сварить и как пожарить. Обратите внимание, он делает то же самое, что и вы. Он так же, как вы, каждый день толчется на кухне, при этом относится к своим кастрюлям и сковородкам с вдохновением, получает наслаждение от приготовления пищи. Он размышляет, выдумывает, творит, создает что-то новое. А вот вам практическое применение одного и того же умения разными людьми. Субтитры создавал DimaTorzok